Ребят, всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня я хочу рассказать, с чего я начинала в копирайтинге и дать несколько рекомендаций, как стать копирайтером с нуля. Копирайтер одна из самопостребованных интернет-профессий и, судя по количеству поисковых запросов, популярностью только растет. Как же стать копирайтером с нуля? Я подготовила для вас пошаговую инструкцию и вы сможете уже сегодня сделать первые шаги в копирайтинге, начать зарабатывать на написание рекламных текстов и избежать ошибок большинства новичков. Копирайтер это автор рекламных текстов, он же маркетолог, психолог, продавец, коммерческий писатель и так далее. И это все один и тот же человек. Задача копирайтера писать продающие тексты и помогать бизнесу получать прибыль. Да, и вообще копирайтинг это возможность получить первые деньги с нуля и разобраться, как это работает. Давайте начнем с ресурсов, где вы можете пройти регистрацию и приступить к написанию статей. Еще хочу сказать, что вы можете как искать заказы, так и просто написать статьи и выставить их на продажу. Как только найдется покупатель, которому понравится ваша статья, ее сразу купят, а вы получите первые деньги на свой счет. Я лично получила первые 500 рублей с продажи нескольких статей на одной из бирж и могу смело заявить, что данный способ действительно работает. У меня, кстати, есть видео, там я рассказывала и даже показывала, где именно работаю я и сколько зарабатываю. Ссылка в описании, если вам интересно, посмотрите. Итак, шаг номер один. Это, конечно же, регистрация. Так как копирайтинг предполагает удаленную работу в интернете, то начинающему копирайтеру необходимо самому искать заказчика. Автору без опыта в этом помогут специализированные биржи копирайтинга. Эти ресурсы идеально подойдут для новичка. Первый – это Advega. Отличный сайт, который позволяет автору брать заказы самостоятельно. E-Texi пользуется популярностью у большого количества пользователей. Наверное, любой копирайтер хотя бы раз сотрудничал с этой биржей. Здесь новичок сможет быстро получить опыт. Чаще всего заказчики сами предлагают работу начинающему копирайтеру сразу после регистрации. И также Копилансер. Не такая популярная биржа, как предыдущая, но работать на ней можно. Шаг номер два. Настройка профиля. Ваш профиль – это ваше лицо на бирже. При этом, чтобы стать хорошим копирайтером и успешным автором на бирже, нужно максимально серьезно отнестись к профилю. Чем больше, подробнее и качественнее заполнен профиль, тем профессиональнее вы выглядите, конечно же. Хороший копирайтер должен в первую очередь уметь грамотно описать самого себя. Заполните все поля по максимуму. В поле дополнительная информация о свободной форме укажите свои сильные стороны для работы. Что это может быть? Например, навыки, обучение, опыт. И, например, почему заказчик должен доверить работу именно вам. Если у вас уже есть статьи или продающие тексты, которые можно показать заказчикам, как пример вашей работы, разместите их в портфолио. Это важно для того, чтобы стать более конкурентоспособным при подаче заявки на выполнение заказа. При этом добавлять в портфолио можно как сами тексты, так и ссылки на ресурсы, где они опубликованы. Демонстрируйте лучшие работы, а не все подряд. Заказчик должен убедиться в том, что вы профессионал. Портфолио копирайтера – самая важная информация в профиле. Оно отражает ваш опыт и умение. А что делать, если у вас нет портфолио? Не отчаивайтесь, вы можете написать работу на повышение квалификации по видам работы. Так вы убьете сразу двух зайцев. Квалификационную статью можно добавить в портфолио и получить за нее звезды мастерства. Кроме этого, вы попробуете написание текстов и таким образом со временем поймете, как научиться копирайтингу, впоследствии как стать копирайтером с нуля самостоятельно без каких-либо затрат на дополнительные курсы. Третий шаг – возьмите первые заказы на продающие тексты. Мой вам совет – ничего не бойтесь. На биржах зарегистрировано сотни тысяч фрилансеров и новичка это может испугать. Но не все так страшно. Выберите один-два задания, досконально изучите их, оцените, насколько они вам подходят. Если это ваш вариант, то напишите продуманный отклик, объясните, чем задание понравилось и чем же вы можете помочь, почему стоит выбрать именно вас, чем вы отличаетесь, например, от других кандидатов. Думайте о клиенте. Помните, что профессионализм копирайтера определяется прибылью, которую заработает заказчик. По окончании работы просите отзывы, они очень важны и помогут вам в дальнейшем найти новых клиентов. Четвертый шаг – работа над заказом. Вися в первые заказы в работу, внимательно прочитайте все условия. Вы должны выполнить работу в соответствии с требованиями заказчика. Только тогда он примет материал и заплатит вам деньги. Все требования для копирайтеров указаны в карточке заказа. Минимальное количество символов, срок сдачи работы, процент уникальности, ну и так далее. И не забывайте, что ваша статья должна быть по умолчанию грамотной и качественной. Проверить себя помогут полезные программы для копирайтера, а также регулярное обновление собственных знаний. Читайте книги по копирайтингу, тематические блоги о том, как писать тексты об интернет и контент-маркетинге. Все это поможет вам и в том, как стать копирайтером с нуля. Пятый шаг – ищите клиентов вне бирж. Ищите заказчиков, минуя посредников. Это основная возможность заработать больше. Подайте объявления на Авито, например, зарегистрируйтесь в тематических группах, оставляйте экспертные комментарии в тематических форумах, заведите группу в соцсетях и раскрутите ее. Запустите рекламу в соцсетях, ну и так далее. Шестой шаг – постоянно развивайтесь. Теперь вы знаете, чтобы стать копирайтером с нуля, не нужны какие-то супер навыки, но тем не менее вам придется постоянно прокачивать свой уровень. Поэтому читайте новости и статьи по темам, пишите больше, нет, еще больше. Берите в работу сложные заказы. По мере их выполнения придет опыт и уверенность в себе. Развивайте грамотность и слог. Погружайтесь дальше в маркетинг и продажи. Верьте в свои силы. Это может показаться банальным, но вера в себя на 100% необходима для успеха. Например, многих детей с юных лет учат, что карьера в творческой сфере – это низкооплачиваемая работа и невозможность карьерного роста. Впоследствии они работают в офисе и не чувствуют удовлетворения от того, чем занимаются по жизни. Не делайте это собой. Оцените свои навыки, увеличения, интересы в свободное время. Только вы знаете, насколько вы готовы попробовать себя в копирайтинге и только вы знаете, способны ли добиться в этом успеха. Проявите терпение и упорство. И самое главное, если вы серьезно намерены стать копирайтером, придерживайтесь своего желания и не отступайте от него. Будет очень трудно добиться успеха сразу же. На первых этапах работы, скорее всего, у вас будут отклоненные заявки. С этим сталкиваются все новички, но помните, что конкуренция – это нормально. Не опускайте руки только потому, что вас не выбрали. Первые заказы будут недорогими, но как только вы поймете, как писать быстро и много, вы постепенно будете поднимать цену своей работы, будете развиваться и становиться лучше. А дальше все зависит только от вас. Копирайтинг – это не временная подработка, это профессия, которая достойна стать делом всей жизни. Не останавливайтесь на достигнутом, постоянно развивайтесь, и тогда вы сможете из новичка вырасти в опытного копирайтера с внушительными гонорарами. У меня на этом все. Спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Ставьте лайк, если понравилось это видео. Скоро увидимся. Всем пока-пока.